Джагат Дева. Волшебное сокровище сновидений. Перевод с санскрита, вступительная статья и комментарий Александра Яковлевича Сыркина. Издание второе, исправленное и дополненное. Издательство «Наука. Восточная литература. 2019 год». Первая часть. Слава богине Сарасвати, чею милостью зримы изо дня в день эти три мира, словно осиянные мудрецами. Я вкратце изложу собранные воедино благоприятные и неблагоприятные свойства сновидений, некогда переданные по частям мудрецами. Кто наслаждается добродетелью, здоров, стоек в помыслах, владеет чувствами, сострадателен, тому обычно сновидение доставляет на его предмет желаний. Существует девять источников сновидения. Услышанное, пережитое, увиденное, соответствующее собственной природе, забота, нарушение естественного состояния, боги, заслуги, грехи. Первые шесть из них, кажутся ли они счастливыми или несчастливыми, бесплодны. Последние же три указывают на благоприятное или неблагоприятное в близком будущем. Разумному следует знать, что сновидения, явившиеся днем, часто повторяющиеся, а также рассказанные перед этим сном спящему, вызванные тревогой или болезнью, или еще череда сменяющих друг друга снов, бесплодны. Сновидение, суть и причина которого утеряны, долгая или же слишком краткая, увиденный и позабытый образ, приносят какой-нибудь результат по истечении долгого времени. Сновидение, происшедшее от сладострастия, веселья, гнева, печали, напряжения, отвращения, страха, изумления, вызванное голодом, жаждой, потребностью облегчиться от мочи или кала, обманчиво. Тот, в чьем характере преобладает флегма, капха, в сновидении постоянно забавляется в чистой воде и все время видит других существ, обитающих в воде, водянистых. Он видит джемчуг, зеленую лужайку, кувшин, коралловую драгоценность, водоем с шайвалой, тучи, льющийся дождь, патоку, куски сахара, простоквашу, молоко. Тот, в ком преобладает желчь, видит в сновидении очень сильно пылающее пламя, яркий блеск звезд, громовых стрел, искр и молний. Он ощущает сильный гнев, видит и разгневанных существ, красных, желтых, синих и других, совершает действия, сопряженные с насилием. Тот, в ком преобладает ветер, видит в сновидении птиц, летящих в небе, бегство издалека, а также заботу, спор, ссору и прочее. Он поднимается в сновидении на пик горной вершины, а также на дом, на высокое пальмировое дерево, совершает прыжки и идет вдаль. Обязательно исполняется в течение десяти дней. Сновидение на восходе солнца исполняется в тот же день. Если, увидев благоприятное сновидение, будут спать дальше, то оно не исполнится. Пусть же благоразумный проводит оставшуюся часть ночи в восхвалениях и хвалах солнцу. Совершив утром омовение, усердно почтив наставника и направившись с плодами и цветами в руках к дважды рожденным, пусть он поведает о своем сновидении божественным жрецам. Позаботившись о почитании богов и наставников, совершив пятикратное поклонение, пусть, не забыв взять в руки плоды, он расскажет утром о своем сновидении людям со зрелым рассудком. Человек, который имеет обычай засыпать, поразмыслив о хари, хоре, веринчи, сурьи и о чистых местах паломничества, начиная с ганги, никогда не получает дурного сновидения. Кто, увидев сначала в сновидении нежеланное, видит затем благоприятное, тот получает хороший результат от этого последнего. Соответствующего результата следует ожидать и при нежеланном сновидении, сменившем желанное. Кто увидит нежеланное сновидение, пусть снова уснет, будь то даже в конце ночи, и ни при каких обстоятельствах не рассказывает о нем, тогда он не получит от него ничего дурного. Кто, поднявшись утром, тщательно поразмыслит о солнце и прочтет мантру с пятикратным поклонением, тот сделает недействительным это сновидение. Пусть он совершит почитание и прочие обряды перед богами и наставниками, и по мере своих сил придастся подвижничеству, у добродетельных дурное сновидение всегда становится добрым сновидением. Когда спят, помянув богов и наставников, произнеся имена к благих мест паломничества и мудрецов, то никогда не получают дурного сновидения. Кто в сновидении движется, взойдя на повозку, запряженную людьми, львами, конями, слонами, быками, коровами, тот становится царем. Кого в правую руку кусает белая змея, тот в течение пяти дней получает тысячу золотых. Кому в сновидении внезапно отрезают голову, или кто сам ее себе отрезает, тот обретает потомство и владычество, каким бы он ни был человеком. Когда мужчине отрезают детородный член, он получает успех у женщин. Когда женщине отрезают детородные части, она получает ту же участь от мужчин. Кому кто-нибудь или кто сам себе в сновидении отрезает язык ножом, тот человек, если он кшатри, становится царем, иначе же повелителем над отдельным родом. Кто, взойдя на белого слона, поедает рис на берегу реки, тот овладевает всей землей, будет добродетелен и богат, даже если он лишен знатности. Человек, который целиком поглощает диск солнца или луны, даже если он беден, непременно овладевает землей вместе с золотом и морями. Человек, который в сновидении в волю насыщается сырым мясом другого человека или же собственным, обретает потомство и царскую власть. Кто, вкусив пищу наверху дворца или горы, переправляется через бездонный океан, тот, даже если он рожден рабыней, становится владыкой. Человек, который, не испытывая отвращения, желает съесть тервоту или кал, или же видит, как он сам обмазывается ими, получает богатство. Кто поедает человеческую голову, ногу или руку, тот получает с того дня тысячу золотых и постепенно достигает царской власти. Кто постоянно вкушает, видит или получает хмельное питье, или свежее мясо, или же обмазывает ими члены своего тела, у того возрастает богатство. Кто, не испытывая неприятного, пьет мочу, сперму или кровь, видит их и обмазывается ими, у того бывает благополучие. Кто, восседая на лотосовом листе посреди пруда, поедает рис, сваренный в молоке с очищенным маслом и сахаром, тот становится почитаемым и достигает царской власти. Кто в сновидении поедает или видит красные плоды или цветы, срезает или получает их, в дом к тому непременно тотчас же приходит лакшми. Кто, натянув тетиву лука, поражает стрелами войска, обременившая своей тяжестью землю по всему горизонту, тот быстро достигает успеха. Кто убивает, заковывает, низвергает, осыпает угрозами противников или бросает их в заточение, тот непременно достигает успеха. Кто в ссоре и споре с врагами или с женой терпит поражение, тому достигаются земли, женщины, богатство и зерно. Кто, находясь наверху дворца, скалы или молочного дерева, вкушает млечный сок из золотых или серебряных сосудов, к тому приходит владычество. Кто садится в лодку и, не сломав ее, недолго пропутешествовав, быстро совершает переправу, тот и наяву снова достигает цели. Кто поднимает на руках опоясанную морями землю вместе с горами, городами, деревнями и лесами, тот даже, будучи низкого происхождения, скоро станет царем. Человек, умирающий от яда или человек, пьющий яд без страха, поистине в изобилии получает наслаждение и освобождается от болезней. Кто в сновидении способен видеть себя умощенным кровью на собственной свадьбе, к тому приходит царское благополучие, а также благополучие богатства и зерна. Кто погружается в потоки крови или же пьет кровь, у кого с тела стекает кровь, у того быстро возрастает богатство. Кто в сновидении разбивает себе или кому разбивают голову, тот получает тысячу золотых и царские владения. Кто в каком-либо месте что-нибудь облизывает кончиком языка, тот, будучи правителем области, достигает царской власти на земле, иначе же благополучие. Когда женщина обретает мужскую природу, а мужчина женскую природу, то у них возрастает одновременно благополучие дома и собственное благополучие. Кто, поднявшись на пьяного от страсти слона или другое существо, сражается в сражении, тот, если не испытывает страха и побеждает, обязательно приобретает богатство. Кто, поднявшись на глиняного слона, пьет из бездонного океана и так просыпается, тот без сомнения становится владыкой. Кто в сновидении, будучи сначала возвеличен, словно владыка, после того, словно вор, усердно гонится за богатством, тот, пробудившись, бывает наделен потомством и царской властью. Человек, который в сновидении, весь обмазанный мочой и калом, без страха спит посреди кладбища, достигает плодов царской власти и царства. Кто, взойдя на повозку, запряженную буйволом или быком, едет в северную или восточную сторону и так просыпается, тот непременно приобретает богатство. Чье тело возрастает во всех частях, кроме ногтей и волос, затем лакшми следует, словно супруга. Кто в сновидении разрушает жилище или открывает его дверь, тот быстро освобождается от неудач, приобретает богатство и зерно. Кто, получив корову, лук или обувь, просыпается еще в темноте, тот, даже отправившись в очень далекий путь, быстро возвращается. Когда мужчина пьет жидкость, не предназначенную для питья, или, будучи скован, освобождается, то для жреца это означает питье сомы, для другого же – достижение богатства и процветания. Кому сковывают прочными узами ноги до колен или оковыми руки, тому без труда достается высокое положение славы и потомства. Кто в сновидении путами своих внутренностей сам окутывает город или деревню, тот, живя в городе, становится повелителем страны, в деревне же – правителем области. Кто, будучи испуган, благодаря счастливой судьбе поднимается на поверхность земли из какого-либо углубления, колодца, воды, ямы, тот обогащается добром. Кого в сновидении жалят или окружают мошки, пчелы, оводы, тот вскоре приобретает жену, а также имущество жены. Кто, мучимый печалью, видит реки, пруды, лотосы, парки, горы, а также дворцы, тот быстро освобождается от печали. На чьих коленях в сновидении полно богатства и зерна, плодов и превосходных цветов, тот непременно достигает великого счастья. Кому дается цветущий плод или красный цветок, тот обязательно приобретает золото или красивый рубин. Кто видит превосходную женщину в белых одеяниях, играющую лотосовым цветком, тому непременно является лакшми или сарасвати. Кого обнимает юная женщина, тело которой умощено белой мазью, носящая белую одежду, тому Шри везде идет навстречу, словно подруга. Кто видит у себя пару сережек в ушах, жемчужное ожерелье на шее, диадему на голове, браслеты на руках, тот, возвеличенный, становится хранителем земли. Кто в сновидении носит белую одежду, печалится, плачет, причитает или умирает, тот непременно повсюду обретает идущее к нему навстречу счастье. Кто во дворе дома совершает подношение цветами, белыми как луна, тому само царское счастье служит, словно служанка. Кто лежит на драгоценном ложе или сидит на драгоценном троне среди слуг, одетых в прекрасные одежды, тому достается желанное счастье. Кто, держа в руках вину, просыпается затем с дрожью волосков, тот получает девушку, достойную по происхождению, богатству, красоте и дарующую великое наслаждение. У кого тело, одежда, дворец, ложи, сиденье или повозка пылает, охваченная пламенем, к тому повсюду идет навстречу Шри. Человек, который в сновидении, облаченный в богатые белые одеяния, сжигаем огнем, непременно получает в удел счастье. Кто поедает, видит, получает выросший в должное время цветок, плод или нежную зелень, тот быстро достигает успеха. Кто видит сильный ливень, гору, покрытую тенистыми деревьями с плодами и цветами, пылающий огонь, тому обязательно подчиняется Шри. Кто пробуждается, получив в сновидении птицу или животное, тому, несомненно, достается прекрасное возлюбленное, сопровождаемое свитой. Кто, поднявшись на быка, человека, слона, коня, дворец или вершину горы, пьет из моря и так просыпается, тот будет царем. Человек, который находится в доме, охваченном сверху пламенем и расположенном в деревне или городе, и так просыпается, в течение семи дней достигает семичастного владычества. Кто, будучи укушен змеей, скорпионом, насекомым, диким зверем или птицей, никогда не испытывает в сердце страха, тот быстро достигает богатства. Кто вместе с супругой или родственниками омывается в спокойной воде, касается или погружается в нее, у того умножается богатство и зерно. Кто с любовью взирает на мать, отца, богов, благочестивых людей или царя, тот, будучи больным, освобождается от болезни. При противоположных же чувствах бывает обратное. Кто видит белую птицу, белого коня, белого слона, белые дома или же поднимается на них, тот получает потомство и владычество. Кто поднимается на груду зерна, вершину горы или на плодоносное дерево, желание того вскоре приносит плод, нет здесь сомнения. Кто в сновидении поднимается на молочное дерево с многочисленными плодами и густой тенью и, находясь там, просыпается, тот получает богатство. Вид знамени, стяга шакры, повозки, храма, подмостков или восхождение на них в сновидении приносит людям богатство и зерно. Вид стены, паланкина, золотых ворот, белого зонта или связанное с ними восхождение приносит людям богатство и зерно. Вид и прикосновение непадающих метеоров, планет, звезд, ярких молний, огней, туч, несущих гром, благоприятны. Кто пьет из морей и рек или переправляется через них, сплетает цветы, приготовляет соус и прочее, у того бывает счастье. Приобретение глиняного сосуда приносит богатство и зерно, приобретение скота – счастье, приобретение земли – царскую власть, получение магического заклинания – должность советника. Кто доит своим ртом корову или другой скот, играет на тростнике или ударяет себя по бокам, тот быстро достигает успеха. Видеть или приобрести черное алое, камфору, шричандану, ротгру, мускус и прочие ароматические вещества – также умащивание ими к благополучию людей. Вид друзей, родственников, добрых людей в одеждах приятного цвета, а также держание лотосов приносит людям желанное. Кто в сновидении видит или получает быка, оленя, корову, коня, слона, льва, а также поднимается на них – у того бывает счастье. Вид или приобретение трона – груды драгоценностей, дворца, ступы, божественные колесницы и восхождение на них – к благополучию людей. Вид, поедание, приобретение во сне вареного риса, простокваши, свежего молока и других блюд, а также сваренного в молоке – к богатству. Вид или крик гуся, голубой сойки, журавля, пестрые кукушки, павлина, утки – доставляют людям богатство и зерно. Вид, а также голос попугая, скворца, черной куропатки, голубя, дрозда, кукушки, бекаса – служат знаком достижения богатства. Кто ложится или садится на груду углей, мяса, испражнений – у того умножается богатство и зерно, или к нему приходит золото. Кто находится рядом с полями, парками, лесами, дважды рожденными, царями, а также наставниками и богами, или видит их – у того быстро умножается богатство и зерно. Кто в сновидении видит полную луну или солнце, которые только что взошли, тому сияет царское счастье. Кто видит плодоносное или цветущее дерево, тот, если оно с плодами, быстро достигает задуманного, если же с красивыми цветами – высшего богатства. Кто, совершив почитание, видит всезнающего или своего бога-хранителя, тот получает богатство или приобретает величайшую способность постижения. Кто просыпается, получив в сновидении кобылу, самку бекаса или курицу, тот получит богатую, сладкоречивую, прекрасную девушку. Кто пьет жирное пенистое молоко, находящееся в подойнике, тому непременно достается питье сомы, а также и прочее предвещающее благо. Приобретение или вид пшеницы приносит людям богатство, ячменя – жертвоприношение, горчицы – достижение знания. Все то, что говорят человеку в сновидении цари, жрецы, коровы, боги, предки и аскеты, приходит с ним наяву. У кого рука превращается в стяг, или из пупа вырастает дерево, лиана, куст, тот поистине никогда не расстается с лакшми. Кто отправляется в небо на белых птицах, белых змеях, белых конях, а также на божественных колесницах, тот сразу же приобретает всю землю. У человека, который видит в сновидении, как он поглощает очень густой дым и сам дымится, бывает великое могущество. Несение, поглощение, а также распространение огня с языками пламени и без дыма приносит людям счастье. Орошение поля водой, вид, получение, а также складывание в доме уродившегося зерна – причина успеха и счастья людей. Кто не зная страха сближается с женщинами, с которыми не следует сближаться, или ест пищу, которую не следует есть, тот поистине и наяву не будет знать страха даже перед божеством. Ловля в сновидении зверей, птиц, а также раковин, рыб, жемчужин в океане всегда приносит человеку двойное счастье. Кто поглощает землю, сооружает плотину, укращает или ловит змею, у того человека бывает счастье. У человека, который видит в сновидении четырехчастное войско, а также труп, нет недостатка в счастье. Кто в сновидении видит или находит кораллы, лианы, раковины, различные жемчужины, маленькие ракушки, тот вскоре обретает богатство. Кто получает или видит браслет, нить, жемчуга, ожерелье, запястье, перстень, украшение для уха, у того счастье. Кто в сновидении видит или делает украшение для уха, венок, украшение для лба, знаки на теле, тот человек готовит свое счастье. Кто видит нандиаварту, свастику или светильник на знаменах, глину, дурву и другие благоприятные знаки, тому суждено счастье. Получение и вид веера, стрекала для слонов, чаши, сосуды, зеркала, стяга, опахала, зонта или прикосновения к ним, к благополучию людей. Кому во сне выпадает развлечение с прелестными женщинами в нарядных одеждах и украшениях, или же достается девушка, тот приобретает скот. Кто в сновидении видит, а также получает лук, диск и другое оружие, лишенное ножен, тот обретает владычество над землей. Кто видит или получает серебро, золото, монеты, сморагды, кошачий глаз, алмазы, рубины, тот быстро обретает счастье. Получение в сновидении мерила, весов, сосудов, ложа, сиденья, повозки, зерна, одежд, к счастью, и даже вид их благоприятен. Кто видит или приобретает землю, богатую зернами, шестидесятидневного риса и бобовыми семенами, или же пользуется ею, тому поистине достается богатство и зерно. Кто в сновидении видит или получает вину, или играет на ней, кто слышит непрерывный шум турии, у того бывает успех. Кто бродит вокруг прудов, колодцев, водоемов, деревень, жилищ, останавливается в храмах, к тому быстро приходит счастье. Кто в сновидении совершает шествие, омовение, подношение, почитание и прочее перед изображением всезнающего, у того повсюду бывает благополучие. Кто пробуждается, получив изображение Лакшми, Сарасвати или Ганапати, или же родового божества, у того обязательно бывает богатство и зерно. Кто видит пруд с лотосами, море, полноводную реку, или же смерть друга, тот без всякого повода получает великое богатство. Тот человек, который пьет в сновидении, поданный божеством нектарный напиток, или же садится на горуду, длань того долго правит над землей. Кто видит, а также получает и надевает на шею венок из свежих благоухающих цветов, того Лакшми избирает своим повелителем. Кто в сновидении в изобилии видит или получает топленое жертвенное масло, тому счастливому поистине благоприятно и поедание такого масла, вместе с рисом, приготовленным в молоке. Кто явственно слышит звуки песни, звуки чтения вет, рев слона, рычание льва, ржание коня, к тому приходит счастье. Кто пребывает или развлекается на горе Меру или древе Желания и видит землю, покрытую свежей травой, у того бывает счастье, богатство и успех. Кто в сновидении видит на небе дорогу божественных слонов, клочья белых облаков или радугу, тот быстро достигает великой славы. Вид в сновидении Пумнаги, Нага Кесары, Кесары, Чампаки, Шириши, Тилаки, изобилующих цветами и плодами благоприятен. Вид и поедание плодов бананового дерева, коруни, граната, апельсинового дерева, матулинги приносят счастье и их цветущие ветви благоприятны. Вид раджаданы, виноградной лозы, сахакары, крамуки, кокосового дерева доставляет желанное. Таковы же получения вид поедания их плодов. Великие мудрецы древности поучают, что увиденные в сновидении растения красный амарант, дурман, ашока, шричандана, черный перец обязательно доставляют людям желанное. Кто видит или поедает благоуханные плоды кардамона, гвоздичного дерева, лавали, камфорного дерева и джати-пхалы, у того бывает счастье. Кто видит или получает цветы мучу-кунды, кунды, джати, вича-килы, навамаллики, к тому постоянно приходят счастье. Кто находит почки белого олеандра, ютхи, шатапат-три, кетаки, бакулы и цветы чампаки и поталы, у того счастье. Когда человек в сновидении поедает, видит или получает икшуталу и листья бетеля, то в его руки идет богатство и зерно. Большое дерево с густой тенью, покрытое многочисленными гроздьями плодов, цветов, бутонов, высокое, с обильной и красивой листвой, благоприятно в сновидении, даже когда считают, что дерево такой породы неблагоприятно. Получение и поедание во сне плодов растений, плакши, шритару, билвы, ньягродхи, капитхи или другого дерева с млечным соком, благоприятно. Похищение в сновидении изделий из свинца, олова, бронзы и других металлов, а также серпа и других инструментов, благоприятно для человека. Что человеку в сновидении неблагоприятно приобрести, то благоприятно увидеть похищенным. Что неблагоприятно утратить, того благоприятно достичь. Те же предметы, которые в жизни благоприятны, какие бы они ни были, означают в сновидении противоположное. Все черное неблагоприятно за исключением коров, царей, коней, слонов, богов. И все белое приносит счастье, кроме хлопка, соли, костей, пепла. Такова первая часть о благоприятных сновидениях в волшебном сокровище сновидений. Сочиненном Джагаддевой, сыном возвышенного славного Дурлабхараджи. Слава! Вторая часть. Ради пользы благоразумных изложена последовательность счастливых снов. Далее я в твердом порядке буду излагать дурные сны. Похищение оружия, украшений, драгоценностей, жемчуга, золота, серебра и прочих металлов причиняет различными путями ущерб богатству и чести, жестокие дела, смерть. Похищение коней, слонов, повозок, разных сидений, одежды и прочего приносит страх и печаль, причиненные царем, несет вражду с родственниками и потерю богатства. При похищении собственной жены мужчин ждет гибель имущества, при ее обиде страдания, когда тоже случается с другими женщинами в семье смерть и заточение родственников. У кого в сновидении похищают собственное ложе или обувь, у того умирает супруга, а также тяжко страдает тело. При отрубании рук или ног непременно бывает убийство отца и матери, при отрубании других частей тела – гибель детей и добрых людей. У кого выпадают зубы, кому отрезают нос и уши, а также вырывают глаза, того постигает гибель имущества. У кого в сновидении обрезают все ногти, бороду, волосы, на голове и на груди, тот непременно встречает невыносимое бедствие. Кто увидит, как вокруг с головы бороды и тела падают у него волосы, тот, окруженный заботами и мучениями, вскоре отходит в небытие. Кто в сновидении обвивает тело мочалом, лианами, веревками, змеиной кожей, пряжей, нитью, того постигает смерть. Кому в отверстие уха открыто проникают ящерицы, змей, скалопендры, черви, тот гибнет от ушной болезни. Кто видит, как диски луны и солнца раскалываются, затмеваются или падают, тот пусть ожидает небытия в течение пяти дней. Болезнь глаз быстро следует за падением звезд, планет, огней и молний. С какой части тела падает украшение, на той части обнаруживается недуг. Кто видит, как ломают дверной засов, ложи, качели, обувь, жилище, тот теряет супругу. Садиться на козла, газель, верблюда, осла, барана, мула, оленя, буйвола и других копытных, видеть или слышать их, не приносит счастья людям. Сновидение появления, голос или борьба змеи, их невмоны, вепри, шакала, собаки, волка, гиены, медведя уничтожают счастье людей. Сновидение вид зайца, барана, самки, обезьяны, муравья, мыши и других животных всегда приносит людям несчастье. Вид тигра, оленя, носорога, кошки, обезьяны, дикобраза и других неблагоприятных животных, производимые ими звуки и борьба, доставляют людям бедствие. Сновидение вид воробья, вороны, совы, трясогуски, голубя, тхинки, цапли и других птиц, сражающихся между собой к несчастью для человека. Вид красно-бурого рябчика, куропатки, петуха, орла, сокола, коршуна, их борьба или крик к стократным мучениям для людей. Вид водяных птиц, джалаваясы, цапли, лысухи, титтибхи, водяной курочки, морского орла, хариты не приносит людям счастья. Кто видит путару, макару, пиявку, крокодила, круру кармана, лягушку или других водяных животных, тот лишается богатства и зерна. Кузнечики, саранча, пчелы, мошки, оводы и другие двигающиеся на крыльях насекомые, а также черви, клопывшие и прочие двигающиеся на ногах, неблагоприятны. Тот мужчина, который в сновидении проникает в материнское или чье-либо другое недозволенное лоно, определенно не живет после этого дольше пяти дней и ночей. Кто проникает в кухню, в лес с красными цветами, в дом с роженицей, тот, будучи искалечен, шествует в град ямы. Человек, который по воле судьбы проникает в окутанные тьмой колодец, яму, долину, пещеру или во мрак, становится пристанищем всех несчастей. Кто поедает, видит, получает вареную пищу или сваренное мясо, а также торгует ими, тот или гибнет, или теряет богатство. Кто поедает шашкулику, пирожок, полику, рисовую кашу, того вскоре постигают большие печали, страдания или смерть. У кого в сновидении из сердца, словно из пруда, появляются лотосы, тот, пораженный проказой, быстро идет в обитель ямы. Кто пьет опьяняющий напиток вместе со швапачей, пешачей и другими подобными существами, тот в лихорадке и страдании поистине обретает жестокую смерть. Кто пьет масло с чандлами, тот умирает от болезни мочевых органов. Кто ест блюда из сезама и риса, смерть того от чахотки. Кто пьет горячую воду, смешанную с коровьим навозом, ромом, лекарством, тот непременно умирает от дизентерии. На чей дом льется из неба влага из лака, шафрана, киновари, того постигает пожар в доме или поражает оружие грабителей. У кого в сновидении из головы поднимается пальмировое дерево, куст тростника, кхарджура, рохита, дерево необычного вида, с шипами, лишенное плодов или засохшее, или с красными цветами, или же поднимается от корня дерево из сердца, или пучки кустов из других частей тела, тому в той части тела грозит опасность. В чьем теле возникает гора, куст, дерево, лиана, муравейник, а также дарбха и прочие травы, тело того гибнет. Кто, взобравшись на черного коня, умастившись черным притиранием, с развивающимися волосами и в черной одежде движется на юг, тот быстро погибает. Кто поднимается на цветущую киншуку, ашоку, масану, шелковицу, париджату, тот вскоре будет украшать погребальный костер. Кто в сновидении поднимается на засохшее дерево, бревно, лиану, клин, муравейник, колючий куст, того быстро постигает неудача. Когда человек поднимается на дерево, растущее на перекрестке, на месте сожжения мертвецов, накол, жертвенный столб, труп, то если он не видит при этом пламени, это его последняя ночь. Кого тянет вперед за шею руки женщина, едущая на вепре, тот, если это происходит не на вершине горы, живет последнюю ночь. Кто, взобравшись с наведений на человека, влекомого претой или увлекаемого хищным зверем, движется к югу, тот, несомненно, вскоре умрет. Разумному следует знать, что за смехом в скорости следует печаль, за танцем убийство и заточение, за декламированием ссора между людьми. Изгнание и болезнь непременно следуют за поносом и рвотой. За мочеиспусканием людей постигает смерть, и плач – за пением. Кто в сновидении часто мочится или испражняется с большим количеством крови, тому грозит потеря богатства и зерна, смерть или опасность битвы. Когда кого-нибудь тащит за ноги лев, слон, человек, крокодил, то, будучи в заточении, он быстро освобождается, свободный же попадает в заточение. Кто принимает пищу при подношении предкам, при свадьбе и других праздниках, при ежегодно совершаемых обрядах, смерть того недалека. Человек, который пребывает на каменистой скале и ест на месте сожжения мертвецов, быстро становится бедняком и всегда пьян от хмельного. На кого в сновидении надевают красный венок, а также красную одежду, кого объявляют красной нитью, тот терпит ущерб в соответствующей части тела. У смертного, который в сновидении множеством рук поражает громко ревущего человека, поистине устраняются все мучения, вызываемые злыми демонами, и освобождается тело. Таким же образом, смертный, который в сновидении поражает женщину, слона или вепря, освобождается от грозящих смертью недугов. Здоров телом, постоянно счастлив, так говорит явно. Кто пробуждается, увидев перед тем человека с очень белым телом, больного, аскета или необычно одетого, у того бывает телесное истощение. Кто видит в сновидении носящего косичку, бритоголового, исхудавшего, с загрязненным телом, в красной или синей одежде, тому грозит опасность и потеря уважения. Кто, поднявшись на цветущее дерево, собирает с кончика ветви красные цветы и носит их на себе, тот непременно лишается жизни. Кто в споре, ссоре или борьбе с врагами терпит поражение, угрозы, заточение и прочее, того ждет несчастье от насилия. Тот, в дом которого в сновидении или же днем проникают пчелы, быстро погибает или терпит непостоянство счастья. Кто видит в воздушном пространстве ясно начертанное изображение сварбхану, преследующего лунный диск, того постигает невыносимое несчастье. Если в сновидении изображение богохранителя хотя бы немного, но определенно сдвигается со своего места, то вскоре наступает смерть. Если у статуи чтимого божества части тела трутся друг от друга, но не ломаются, то наступает тяжкое телесное страдание. Когда в сновидении у богохранителя отпадают части тела и падает подношение ему, то человека постигает жестокое несчастье. Цветок или плод прекрасный, но родившийся не вовремя, или же родившийся вовремя, но дурной, всегда вреден и приносит людям много мучений. Человек, который, свалившись в углубление, не знает, есть ли поблизости выход, или же принимает гибель в воде, гибнет или подвергается опасности. Кто в сновидении играет на музыкальном инструменте, но не на барабане и не на панцире черепахи, тот лысеет и вскоре отходит в небытие. Когда в сновидении обнимает прекрасная женщина, умощенная красной мазью, носящая красную одежду и венок, поистине это предвещает убийство Брахмана. Когда в сновидении обнимает юная девушка с иссохшим телом, подобным Лиане, умощенная черными притираниями и в черной одежде, то близок уход в обитель ямы. Когда в сновидении обнимает женщина со страшными бровями в желтой одежде и желтых притираниях, то наступают всевозможные болезни. Кого обнимает женщина, как бы лишенная живота, смеющаяся, с красновато-коричневыми глазами, длинными зубами, ногтями и волосами, ногая, того постигает смерть. Когда женщина с распущенными волосами, черная, с необычным телом, красновато-коричневыми глазами, ногая, тянет мужчину в сторону ямы, он непременно умирает. Когда человек, обмазанный копотью или маслом, лишенный одежды, поднявшись на верблюда или осла с распущенными волосами, движется в сторону ямы, близка его смерть. Когда человек один поднимается на повозку, запряженную верблюдом или ослом, и, находясь на ней, просыпается, поистине это его смерть. Кто, будучи умощенным, нежным шафраном, нося красные одежды, цветы и венок, танцует, смеется или поет, тот умирает от горлового кровотечения. Кто в сновидении погружается в грязную воду и, несмотря на усилия, не выплывает, тот вскоре погубленный Ракшисой устремляется в южную сторону. Поистине, когда смертного, танцующего и опьяненного, мертвецы и тому подобные существа влекут в сторону ямы, он испускает дух от безумия. Соединение с черной дурной женщиной, умощенной красным притиранием в красных одеждах и украшениях или же игра с такими женщинами порицается и не служит для мужчин к добру. Тот человек, который постоянно видит при пробуждении очень неблагоприятный сон, поистине умирает в течение года. Если в сновидении все время бывает великая радость, а также веселье от свадьбы и других праздников, то близка смерть или неудача. Человека, носящего грязную одежду, с длинными ногтями или бородой, обнаженного, а также в красных или оранжевых одеяниях, обычно постигает смерть. Когда происходит любовная встреча с прекрасными женщинами в очень грязных одеждах, с грязными цветами или в оранжевых одеждах, или же когда они притягивают к себе, это неблагоприятно. Кого в сновидении преследует страстная женщина в образе швапачи, пешачи, преты, и кто сходится с подобной девушкой, тот несомненно идет к смерти. Если бывает страх перед змеями, зверьми с когтями, ворами, отвратительными шакалами, слонами, врагами, то быстро приходит телесное страдание. Мудрецы возвещают, что человек, которого в сновидении ударяют лишенные одежды или носящие черные одежды, получает срок жизни в 20 дней, так говорит Явана. Далее, тот, кому в продолжении трех ночей в конце ночи в сновидении наносят удары медведи, шакалы, вепри или же нырки или рябчики, поистине не проживет и двух месяцев. Если у кого в сновидении происходит борьба ворон, цапель, соколов, орлов и других птиц, то непременно близка его смерть. Падение с ложа, сидения, дерева, скалы, стены, дома, храма, с лошади и других упряжных животных обязательно приносит гибель самому спящему. Кто в сновидении постоянно спит в пыли, ложится на землю или движется в пространстве, того вскоре ждет смерть. Кого тянет к себе вепрь собака, обезьяна, кошка, тигр, шакал, волк или другие животные, тот быстро следует путем, на котором зрит кританту. Если на голове усаживаются или делают гнездо коршун, ворона или другие птицы, это обычно несет людям страдания. Когда самка обезьяны со страшными красновато-коричневыми глазами крепко обнимает человека, тот непременно лишается богатства и вскоре отправляется в град ямы. Кто поднимается на повозку, запряженную обезьяной или газелью, или бараном, или буйволом, или же играет с ними, у того бывает множество несчастий. Если в сновидении человек идет, всячески призываемый достославными мертвецами из его рода, то конец его недалек. Принятие отшельничества, оставление его и перемена в этом состоянии не приносит счастья. Ссора, а также раскалывание горы приносят страдания человеку. Просеивание груды зерна, приготовление всяческих блюд с маслом, жертвоприношение на дымящемся огне, все это непременно приносит смерть. Кого в сновидении ведут в сторону ямы ослы, олени, собаки, волки, шакалы, хищные звери, верблюды и другие животные, тот умирает от чахотки. Когда человека, лишенного одежды с искаженным лицом бритоголового ведут в южную сторону швапачи или пешачи, это не бывает благоприятно. Человек, которого в сильном гневе осыпают бранью мать, отец или другие чтимые люди, вскоре лишается богатства. Тот человек, который общается с бухутами, претами, пешачьими, швапачьими или влечется ими в сторону ямы, непременно бывает пристанищем несчастья. Вид отшельников и подобных им людей, обнаженных, с тремя палками больных, бедных, приносит в сновидении несчастье. При дожде из кокосовых орехов или камней, землетрясении или громком смехе божества происходит несчастье, людям грозит близкая смерть. Кто в неподходящее время видит сновидение мрак без дождя и туч, или же дождь с ветром, у того явно не бывает счастья. Тот человек, который видит день без солнца или ночь, лишенную луны и звезд, определенно вскоре гибнет. Кто видит вращение круга человеком, выжимающим масло из зерен или гончаром и результат этого действия, а также качание на качелях, того постигает телесное страдание. Кто в сновидении лежит или сидит в пыли, на комях или куче земли истине подвергается мучениям. Тот человек, который постоянно лежит или сидит на муравейнике кучи мусора или колючек или же видит их, тот определенно встречает несчастье. Кто лежит или сидит на груди камней, черепицы, костей, коми, земли, лохмотив, травы, листьев или видит их, идет к утрате богатства и гибели. Тот человек, который спит или сидит на куче навоза, мекины, шкур, человеческих костей, волос, дров, железа, вскоре терпит ущерб от царя. Тот человек, который за отсутствием постели предается сну на ложе устланным деревом или соломой, легко достигает обители ямы. Кто в сновидении умасивается коровьим навозом, грязью, красной охрой, ароматической пудрой, пылью, мелом, тот несомненно вскоре лишается жизни. Натирать тело красным лаком, красным сандалом, шафраном, киноварью, видеть или получать их нехорошо для людей. Кто натирает тело горочиной, харидрой, желтой мазью, индиго и тому подобными превосходными притираниями, тот быстро идет в жилище ямы. Кто в сновидении поедает жир, свежее масло, костный мозг, гной или натирает ими тело, того определенно натирать тело кислым рисовым отваром, медом, жидким маслом, сезамовым маслом, пахтой с водой и другими жирными веществами и пить их бывает несчастьем для людей. Вид портного, красильщик откача, плотника, кузнеца, сапожника, рыбака, шабары, охотника и прикосновение к ним определенно приносит нежеланное. Изготовителя пеняющего напитка, ювелир, мясник, мбродобрей, чандала, горшечник и другие ремесленники приносят людям многочисленные несчастья. Увидеть в сновидении калеку, хромого карлика, врача, прихлебателя, игрока в кости, актера, слугу и других подобных им лиц очень неблагоприятно. Вид в сновидении хинталы, салы, ванджулы, тростника, хлопка, хлебного дерева, тиниши и других растений, когда они лишены сока, всегда явно нежелателен. Вид джамбу, нимбы, кадамбы, мадхуки, бандхуки, лакучи, ничулы и других растений явно нежелателен и поедание их цветов и плодов неблагоприятно. Арджуна, бона, вибхитака, рохитака, дурман, ковидара эти деревья бывают весьма неблагоприятны для людей. Поедание и вид плодоносящих или цветущих кутаджи, каранджи, желтого амаранта, саптадалы, шилиндгры, шелу, салы неблагоприятны. Вид снухи, хадиры, шиншапы, адахвашалии, кариры, арки, карникары, ююбы, пилу, шами приносит спящему несчастье. Вид и поедание изобилующих цветами и плодами приеки, приянгу, лавали, шобханджаны, маданы, канчанары, несчастливы. Поедание в сновидении ветвей, цветочных гроздев, плодов, сердцевины, побегов, лыка и листвы деревьев обычно неблагоприятны для людей. Вид таких деревьев, как кимпака, таких растений, как ниргигика, таких ползучих растений, как гунджа, всегда неблагоприятен. Вид и поедание таких трав, как куша, каша, таких луковичных растений, как редиска, свежий имбирь, шурена, таких волокнистых корней, как хривера, неблагоприятны для людей. Кто видит или получает цветы аруны, олеандра, лотоса, китайской розы и других красных цветов, тот вскоре непременно гибнет. Когда дерево с ветвями предстает бесплодным, с куста падают листья или поникают грозди цветов, то даже благоприятные растения бывают неблагоприятны для людей. Кто ест, видит или получает плоды лимонного дерева, тумбини, мбаки, каркати, калинги, тундики и других растений, тому это неблагоприятно. Кто видит, находит или поедает плод карпоры, ююбы, карираки, самгараки, патолы, пилуки и других растений, у того гибнет богатство. Поедание и вид черной соли, черного перца, длинного перца, харитаки, сухого имбиря, каменной соли и других лекарственных средств приносит спящему неприятность. Кто видит, получает или ест рис, приянгу, сафлор, макушту, сезам, адхакю, кулаттху и другие растения, того постигает страдание. Кто ест, видит или получает дикий рис, кора душаку, машу, шьямаку, валу, чанаку и другие растения, у того небывает благополучия. Подобно тому, как вяжущие соленые кислый, горький или острый вкус, каждый сам по себе явно неприятен людям, следует знать, что они также и неблагоприятны в сновидении. Кто вырывает и поедает кожу, позвонки, череп, зубы, сухожилия, ногти, внутренности, тот без сомнения устремляется к обители ямы. Кто в сновидении питается плодами кхалы и кхарджури, патокой, соками, гугулы, хингу, букасы, тот весьма скоро бывает обременен страданиями. Поистине, тот человек, которому случается отведать всевозможных водяных растений, как лотос, тростник, шайволы и другие, не может избежать скорой смерти. Кто берет или видит металлы, олова, латунь, бронзу, свинец, жесть, медь, железо, тот гибнет, лишенный зерна и богатства. Вид пилы, серпа, молота, топора, лопаты, лемеха, вертела и других орудий нежелателен в сновидении и поражать ими себя неблагоприятно. Вид и получение горшка, пестика, деревянной ступки, метлы, ручной мельницы и других орудий и прикосновения к ним бывают неблагоприятны для людей. Вид топлива в угасающем огне, дымящейся головни, огня с густым дымом и тому подобного всегда нежелателен для людей, несет уменьшение и потерю богатства и зерна. Щипцы, сеть, труба, бритва, ножницы, бурав, канат и прочие приспособления, а также другие, такие как колесо и игла, не бывают благоприятны в сновидении. Вид мутовки, сито, цепи, плуга, ерма, силков, веревки, боцы и других приспособлений явно нежелателен и получение их неблагоприятно. Если у людей в сновидении тело поглощают тимингелы, а также развершаяся земля, то близко страшное несчастье. Если ранний, средний или поздний возрасты меняются в своей последовательности, то людей часто постигает внезапная превратность счастье. Падение дворцов, стен, зонтов, знамен, сосудов, стягов, шакры означает убийство царя и не приносит счастье самому спящему. Падение храма к разрушению города, падение вершины к разрушению царства, также и собственное падение непременно к дурному. Кто испытывает в сновидении разрушение, дрожь, слабость, утрату частей тела, для того это не бывает благоприятно. Кто видит сломанные стены, жилища, дворцы, корабли, повозки или поднимается на них, того непременно всегда постигает страдание. Кто видит, как прибывает вода и вступает в нее, того постигает всевозможное зло, потеря зерна и богатства. Кто в сновидении видит, как сушу внезапно заливает вода, того непременно постигают болезнь, истощение, потеря богатства. Кто в конце ночи чистит в сновидении зубы, тому суждено благополучие от убийства врагов млечхов. У того человека, который погружается в быстрый поток, уносится им или погружается в непроходимую трясину, гибнет тело. Кто в сновидении совершает на пыльной земле совокупление с грязными женщинами, того постигает несчастье. Тот человек, который видит состязания атлетов, избранных для единоборства, непременно теряет свое положение и терпит многочисленные несчастья. Спор учеников друг с другом во время обучения неблагоприятен, ведь счастливого празднества также не приносит счастья. Кому слышатся призывы издали, звуки беспорядочных криков, брань, порицания, того непременно постигает гибель. Кто видит, как разрушаются венки, знаки, нанесенные на лицо и тело, украшения в ушах, на лбу и прочее, того постигает неблагоприятное. На кого в сновидении набрасывается животное с рогами или клыками, обезьяна, дикий вепрь, тому человеку царский род причиняет беспокойство. Кто окрашивает зубы, покрывает притиранием глаза, натирает маслом голову, к тому явно близка смерть. Кто в сновидении часто ощущает сладострастие, жажду, голод или получает монеты, с тем непременно случится неблагоприятное. Смерть и угон скота неблагоприятны для людей, также неблагоприятны в сновидении и изгнании плода у беременной. К тому человеку, который видит вершины гор, посеревшие от пыли и объятые вихрем, бывает близка смерть. Нет в мире предмета одушевленного или неодушевленного, который не мог бы когда-либо явиться в сновидении, так чему же много слов? То явившееся в сновидениях, что относится к самому спящему, приносит благоприятное или неблагоприятное ему самому. То же, что относится к другому, несет все это тому другому, но следует знать, что не самому спящему. К чему много слов? То, о чем было сказано некогда в священных наставлениях, как о благоприятном или неблагоприятном признаке, явившись в сновидении, также предвещает желанное или нежеланное. При прикосновении достойных людей к женщине низшей касты или к менструирующей при совокуплении с таковой, при извержении семени, а также при дневном сне, пусть мужчина очистится омовением. Прикосновение к чандали в сновидении быстро приносит опасность царю. Следует усердно рассмотреть и старые сочинения, сообщающие о нежелательных сновидениях. Те различные сновидения благоприятные и неблагоприятные, которые изложены в сокровищницах Бхадрабаху, Сушруты, Вачаспати, Чараки, разъяснены также и мной. Кому ведомы намерения чужого сердца и суть чужого высказывания, тот мудрец поистине один в мире наделен редким могуществом. Такова вторая часть о дурных сновидениях в волшебном сокровище сновидений, сочиненном Джагаддевой, сыном славного возвышенного Дурлабхараджи.